Подведение итогов прошлого учебного года и новые векторы развития образования. В округе прошла августовская педагогическая конференция. На встречу, которую провели в инженерно-технологическом лицее, побывали мои коллеги. Дорогие друзья, в преддверии нового учебного года мы традиционно встречаемся, традиционно общаемся, говорим спасибо за результаты, которые вы даете. Вы всегда найдете правильные слова, те минуты, которые необходимо потратить и дадите тот объем образования, который вы даете. Поэтому и люберецкое образование находится на самом высоком уровне и Московской области, и наши школы подтверждают регулярные рейтинги. Московская область – это целая страна, и здесь победить очень трудно. Я очень благодарна тем нашим директорам, которые подтверждают то высокий уровень, который они показывали ранее, показали в этом году. Это очень сложно. Три общеобразовательных учреждения округа остаются в числе 100 лучших школ Подмосковья. Руководителям 16, 56 и 41 гимназий Владимир Волков вручил сертификаты на 3 миллиона рублей на премиальный фонд сотрудникам и 5 миллионов на приобретение оборудования. Мне кажется, что успех нашей гимназии в талантливых педагогах, в людях, которые увлечены своим делом, которым интересно жить и работать, и в учениках, которых наши учителя делают талантливыми. Руководители образовательных учреждений, которые всю жизнь посвятили педагогике, зал приветствовал стоя. Директоры 22-й школы Татьяна Галактионова и 23-й школы Игорь Иванников внесли весомый вклад в развитие люберецкого образования. Им вручены знаки отличия городского округа. Образование – это жизнь не только моя, это жизнь моей мамы, которая посвятила школе, в которой я сейчас работаю, тоже более 40 лет. Переступив порог школы, я как бы заряжаюсь энергией детей и живу вместе с ними их жизнью. Стареть с ними просто невозможно. Я остаюсь работать, я продолжаю свою педагогическую практику. Я не могу пока бросить своих детей, потому что они верят в меня, и я в них верю. 45 лет назад я молодым специалистом пришел в сельскую маленькую 23-ю школу. 30 лет я уже директор этой школы. Действительно много было сделано, большой был пройден путь. Молодым педагогам я пожелаю только одного – надо просто любить свою профессию. Вот нам было легко, мне в частности. Когда любишь свое дело, то ходишь на работу, как на праздник. В преддверии начала учебного года лучших педагогов наградили знаками отличия и почетными грамотами Московской областной думы и региональной организации профсоюза работников народного образования и науки. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.